Здравствуйте, уважаемые ученики пятых классов! Сегодня у нас 18-й видеоурок по истории, по учебнику. Это также 18-й параграф. Наименование урока «Ассирийская держава». Время на урок 15 минут. 7 подвопросов изучим, очень коротких. Слушайте, какие это подвопросы. Конница, держава, глиняная табличка, Ашурбанапал, Гильгамеш, охота на львов. Итак, давайте поговорим все о железе. Ведь до сих пор, до эссирийской державы, о железе речи не шло. Так, например, в Египте во времена строительства пирамид люди пользовались медными орудиями труда. В древнем Вавилоне при царе Хамурапе уже была распространена бронза, бронзовые инструменты. То есть, медь и бронза, вот были главные металлы, которыми пользовались древние. Медь и бронза легко поддаются обработке, но медная руда в природе встречается очень редко. И стоила даже в то время она довольно дорого. К тому же, медные и даже бронзовые орудия труда часто оказывались недостаточно твердыми. Ремесленнику нередко сподручные было работать с острым каменным ножом, чем ножом из металла. Но все изменилось, когда ремесленники научились использовать железо. То есть, выплавлять его, ковать и делать изделия из железа. Произошло это примерно в 10 веке до новой эры. Плавится железо при более высокой температуре, чем медь. Для плавки железа нужны специальные печи. Много топлива и особые навыки литейщиков, а также кузнецов для их обработки. Для обработки заготовок из железа выплавленного. Но зато железная руда встречается очень часто. Значительно чаще, чем медная. И поэтому железо значительно дешевле и меди, и бронзы. Со временем в каждой семье появились железный топор, лопата, наконечник, клеммиху, плуга и так далее. Железо значительно тверже бронзы. И с помощью железных орудий труда легче было рубить лес, распахивать твердые почвы, копать глубокие колодцы. Да и в военном деле железо сделало практически переворот. Тогда в земледелии стало процветать уже не только в речных долинах с мягкими и плодородными почвами. Но и в там оно стало процветать, где почвы требовали очень серьезной обработки. То есть твердые почвы можно было железом обрабатывать с легкостью. И в первом тысячелетии до нашей эры железным оружием оснащены были большие армии. А сирийское войско тоже подверглось вот этому перевороту, когда железо стало вытеснять бронзовые и медные орудия войны. В верхнем течении Тигра, реки Тигра, была расположена Осирия. Значительную часть ее территории составляли предгорья и горы, богатые залежами железной руды. Обратите внимание на рисунок Осирийская держава в 8-7 веках до новой эры. Здесь показаны как раз главные города, главные районы предгорья Осирии. Осирийцы издавна занимались охотой и скотоводством. Они привыкли к суровому образу жизни. В 8 веке до новой эры их армия постепенно становилась самой сильной в мире. Воины были вооружены железными мечами, боевыми железными топориками. Они имели круглые щиты, обитые металлическими бляхами, остроконечные шлемы, панцири и тугие луки. Много новшеств Осирийцы внесли в тактику военной борьбы, в тактику боя. И они первыми применили конницу. Они впервые широко стали использовать коней для войны. Правда, в древнем Египте использовались кони для того, чтобы тянуть за собой на скорости колесницу. Но это было совсем другое дело. Всадники на конях были вооружены длинными копьями или же луками. Ничто не могло остановить Осирийскую конницу. Если путь ей преграждала река, воины надували кожаные мешки и на них переправлялись в плавь. Если город имел мощные крепостные сооружения, Осирийцы использовали таран. Воины-силачи раскачивали тяжеленное бревно, подвешенное на кожаных ремнях, к деревянной раме. Массивный наконечник бревна был окуван железом и крошил и дробил крепостную стену. С легкостью при том. Новые железные орудия войны, применение новой тактики, а именно конницы, конных подразделений, привели к успешным завоеваниям Осирийских царей. В 8 и 7 веках до новой эры Осирийские цари с легкостью завоевали Вавилон, Библ, Тир, Сидон и значительную часть Палестины. Совершали победоносные походы также и в Египет на юг, и в горное царство Урарту на север. Осирийская военная держава охватывала огромную территорию, больше чем любое государство прежних времен. Слово держава тоже здесь появилось. Держава означала на то время большое и сильное государство. В завоеванных странах осирийцы прибегали к страшным жестокостям, чтобы никто не осмелился восстать против них. Они устраивали массовые казни, разрушали крепостные стены, уничтожали храмы. Осирийцы уводили в плен целые народы, лишая крови сотни тысяч людей. Все, что было ценного в захваченных городах, они увозили к себе. Богатой добычей похвалялись их цари, а художники любили изображать песцов, считающих угнанный скот и отрубленные головы вражеских воинов. Недаром в древности столицу Осирии, город Неневию, называли логовищем Львов и городом Крови. В осирийских селениях были великолепные здания, особенно выделялся царский дворец. Дворец осирийских царей был построен на искусственном холме и походил на крепость. Его окружала белая стена с зубчатыми башнями. С двух сторон у ворот стояли огромные изваяния добрых духов, крылатых быков с человеческим лицом. У этих быков было пять ног. Спереди казалось, что они стоят, а сбоку что идут. Стены комнат были покрыты росписями и рельефами, вырезанными на каменных плитах и раскрашенными. Чаще всего это сцены жизни самого царя. Вот он мчится на колеснице, вот он находится на Львов, вот принимает послов, которые распростерлись перед троном и целуют пол у его ног. То есть царский дворец был супер великолепным. Несмотря на жестокость войска, жестокость чиновников Ассирии, все же и другая была сторона, то есть Ассирия была высококультурной державой. И свидетельство об этом то, что в Ассирии была огромная библиотека книг, глиняных книг. И один из последних ассирийских царей, Ашур Банапал, был образованнейшим человеком. Он приказал привозить в свой дворец не только драгоценности, но и книги. Так им была собрана огромнейшая большая библиотека. В ней хранились и ассирийские, и вавилонские книги, мифы, и восхваления, и молитвы богам, заклинания, и история, летописи и так далее. На небосводе были и сочинения мудрецов о движении небесных светил. На небосводе древние ученые искали все то, что было им известно на земле. Созвездия напоминали земные города, например, вавилон, а где-то между звездами текли могучие реки Тигр и Ефрат. После смерти царя Ашур Банапала против ассирийского владычества восстали вавилоняне. С ними заключили военный союз медийцы, жившие к северо-востоку от Двуречия. В 612 году до новой эры Неневия была осаждена войсками медийцев и вавилонян, и она была захвачена. Дворец сожгли. Согласно преданию, последний ассирийский царь, чтобы не попасть в плен, сам бросился в огонь пожара. Великая ассирийская держава погибла, но вот библиотека уцелела, ведь глиняные книги не подвержены огню. Они не горят, а становятся прочнее после обжига. То есть они были обожжены огнем. И таким образом до нас дошли свидетельства об Ассирии. И археологам ныне приходится только собирать осколки табличек, соединять их вместе. Так из многих кусочков, найденных в развалинах дворца Ашур-Банапала, ученые восстановили сказания о Гильгамеше и множество других клинописных книг. Летописи ассирийского царя были, конечно, не только на глиняных табличках, они также были выбиты на камне. И вот отрывок, который приведен в нашем учебнике, сейчас мы зачитаем. Очень короткий. Я, Синахериб, великий царь, могучий царь, царь Ассирии, царь всего света, премудрый, послушный великим богам, любящий справедливость, творящий добро, испепеляющий врагов. Я нанес поражение царю Вавилона. Посреди битвы покинул он свой лагерь, умчался один и спас свою жизнь. В его дворец с ликованием я вошел. Я отворил его сокровищницу, золотую и серебряную утварь, драгоценные камни и все, что там было. Я забрал как добычу. 200 тысяч человек, мужчин и женщин, коней, ослов и верблюдов, крупный и мелкий скот без числа я угнал в Ассирию. Непокорных я оружием побил, трупы их развесил на кулях, которые вокруг города велел поставить. Таким образом, мы изучили тему «Ассирийская держава». Что необходимо заучить наизусть, какие слова и понятия я в начале занятия сказал, сейчас повторю. «Таран», «Конница», «Держава», «Глиняные книги», «Ашурбанапал», «Гильгамеш», «Охота на львов». Проверить себя можно следующими вопросами, их четыре. В чем преимущество железных орудий труда и оружия? Второй. Какие военные новшества применили ассирийцы? Третий. Как вели себя ассирийцы в завоеванных странах? Четвертый. О чем были написаны книги из библиотеки царя Ашурбанапала? Спасибо за внимание. На следующем занятии мы изучим тему «Персидская держава. Царя царей». Спасибо за внимание. До свидания. До скорых встреч. Продолжение следует. Продолжение следует.